Находясь за решеткой в зале суда, Харитон Горячкин мечется из стороны в сторону. Какие в этот момент его посещают мысли, остается только догадываться. Лица от камеры он уже не прячет, но все же адвокат настаивает убрать прессу. Никаких оснований для этого не нашлось. Журналисты остаются. Через несколько минут в зал заходит бывшая сожительница подсудимого, мама погибшей Василисы Бритвиной. 21-летняя мама погибшей девочки Наталья Бритвина, которая сейчас проходит по делу как свидетель, отказалась давать показания в присутствии камер. Суду она пояснила, что периодически на протяжении месяца, уходя на работу, она оставляла ребенка с Горячкиным. После этого на теле девочки появлялись новые синяки, ссадины и даже ожоги. Но всему этому находилось какое-то объяснение. За несколько дней до трагедии Горячкин избил их обеих. Почему даже после этого Наталья не рассталась со своим возлюбленным и не забрала ребенка, она так и не смогла пояснить. В суде допросили и бабушку девочки. Женщина призналась, знать не знала, с кем в последнее время встречалась и жила ее дочь. Имя Харитона Горячкина услышала лишь в день трагедии. Из результатов экспертизы следует. Трехлетняя Василиса Бритвина умерла от разрыва печени. По словам ее матери, за несколько дней до смерти дочери в съемной квартире, где они жили, Горячкин сильно ударил ребенка в живот. А вот представители органов опеки и отдела по делам несовершеннолетних, ничего необычного в поведении Горячкина не заметили. Хотя дома у семьи были после того, как ребенок побывал в больнице с рассеченным подбородком. Свою вину Горячкин признает частично, говорит, никогда не издевался над ребенком, а просто ставил в угол и шлепал иногда в воспитательных целях. Этот человек уже был дважды судим за сбыт наркотиков и кражу. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы. По делу будут допрошены еще более 10 свидетелей. Павел Баймаков, Константин Головин. События.